Доброе утро всем! Итак, 6 февраля 2014 года я получил вот такое письмо. Добрый вечер, Фёдор, меня зовут Александр. Сразу же перейду к делу и напишу мое краткое предложение. Если оно вас заинтересует, тогда прочитайте письмо полностью. Я предлагаю помощь в разработке вашей системы DoDoS, так как мне интересен ваш проект, я в него верю, что у него большое будущее. Я программист с 12-летним опытом, и думаю, мои навыки и знания помогут вам пригодиться в разработке вашей системы. А теперь, если вас предложение заинтересовало, позвольте углубиться в детали. Собственно, с этого письма прошло практически 2 года, и этот программист, который написал письмо 6 февраля, на прошлой неделе реализовал свою мечту, запустил собственную пиццерию в городе Клайпеда в Литве. Это был длинный путь. Саша Стрип действительно… Это письмо было Александра Стриба, нашего партнера в Литве. Тогда он работал, в тот момент, когда он писал письмо, в Лондоне, в Англии. Значит, Саша вообще достаточно долго прожил в Англии, в Ирландии, и в Лондоне он работал в компании OpenTable. Это мировая корпорация, очень крупная компания, которая выпускает, кстати говоря, софт для ресторанного бизнеса. Вот, котируется она на Нью-Йоркской бирже. И действительно, Саша год нам помогал разрабатывать DDS. Поначалу даже он работал совершенно безвозмездно. Вот, и мы долго и терпеливо шли к цели, к открытию пиццерии в Литве. Вот Саша находится на обучении в Сыктывкаре. Он приезжал к нам два раза. Первый раз он приезжал, чтобы познакомиться с компанией в начале 2014 года. Вот мы уже находимся в Литве перед фасадом пиццерии, которая должна открыться. А вот первая пицца, которая была выпечена и доставлена первым клиентом из Литвы. Вот, смотрите, какое прекрасное тесто. И это первая пиццерия, которая принесла нам выручку в евро, что очень занимательно. Вот, собственно, сайт нашей первой литовской пиццерии. И два года прошло с момента идеи. И, значит, для меня эта история очень показательна, потому что, опять же, все возможно. Любая мечта может стать реальностью. И, значит, мы ее планомерно реализовали. Вот, я уверен, что Саша ждет большое будущее в нашем бизнесе. И в Литве скоро будет большая сеть пиццерий. Что еще, какие еще пиццерии открылись на прошлой неделе? Начала работу пиццерия в городе Калуга и в городе Дедовск. Это в Подмосковье. Значит, Калуга, Дедовск. Чем интересна Калуга? В Калуге есть крупная сильная сеть. Называется Peppers Pizza. Она появилась, наверное, через год после появления Додо Пиццы. И ее создали люди, которые, значит, следили за моим блогом. Приезжали к нам на экскурсию, смотрели. Вот, но они достаточно креативно, талантливо реализовали идеи, что-то скопировали. Там у них есть пепстеры. И Владимир Горецкий, его ждет серьезная конкуренция в Калуге. Именно Владимир открыл пиццерию. Вот, всем будем следить. Ну, и, конечно, вы знаете, что нам нужна только победа. И мы должны быть на нашем рынке всегда номер один. Это наша цель. Вот. Также из новостей нашей сети, я считаю, что замечательная новость пришла к нам из Челябинска. В Челябинске работают одни из самых первых наших партнеров. История открытия в Челябинске, она такова, что два парня приехали на машине из Челябинска в Сыктывкар, когда у нас еще была очень маленькая сеть, маленькая пиццерия, единственная пиццерия была в Сыктывкаре. В Эжвии только открывалась пиццерия, и в Ухте в это время пиццерия строилась. Они сказали мне, что пока мы не договоримся о франшизе, мы отсюда не уедем из Сыктывкара. И мы решили попробовать запустить первый тестовый франчайзинг в Челябинске. И тогда у нас еще не было ни учебного центра, я сказал, что ребята, вы приезжаете, два месяца работаете, все, что сможете узнать, тому вы научились. И достаточно долго в Челябинске сеть не развивалась, и вот сейчас уже арендовано помещение, до конца года возможно запустится пиццерия, ну, либо в начале 2016 года. Это очень хорошая для нас новость, что сеть в Челябинске начала развиваться, Челябинск прекрасный большой город. Также считаю занимательной новостью открытие в пиццерии в городе Находка. У нас, значит, забронирован город на Дальнем Востоке, это практически самая, значит, восточная точка России. То есть мы представлены в Калининграде, в Уссурийске, и сейчас это будет Находка. Находка – это берег Тихого океана, это город-порт. Ну, в то время, когда мы договариваемся об открытии в Находке, значит, у нас готовится к открытию пиццерия в городе Фергана, в Ферганской долине. Значит, видите, да, все, где находится Фергана? Это, значит, Узбекистан, это прекрасный старинный древний город на пересечении торговых путей, находится там, значит, вокруг горы, пустыни. И, значит, я хочу, значит, вот эта фотография Евгения, это въезд в Фергану, в Ферганские ворота, так называемые. И вот пиццерия практически готова к открытию, вот Евгений находится с командой Зафара Ферганей. Я хочу вам тут процитировать его письмо, которое я сегодня утром читал, и для того, чтобы вы понимали, что… Ну, часто мы сталкиваемся с трудностями, но те трудности, которые возникают при открытии пиццерии в Узбекистане, покажутся по сравнению с другими открытиями просто детским лебедом, потому что, ну, то, что преодолевает Зафар, и, значит, это просто, значит, фантастика. Ну, предприниматели, неважно, в какой стране они живут, они все одни, готовы преодолевать сложности. Значит, смотрите, сейчас я вам процитирую письмо. Для тех, кто не знает, Ферганская долина со всех сторон окружена горами. Снабжение электроэнергии интернетом, топливом, основными продуктами осуществляется через перевал. Соответственно, бывают проблемы, зависящие от погодных условий в горах. Несколько лет назад Фергана больше недели была отрезана лавинами и оползнями от основной страны. И в городе практически уже начинался голод. Для того, чтобы избежать повторения ситуации, в будущем сейчас сквозь горы строится самый длинный в Азии туннель. В целом, город очень напоминает мне Египет. Малоэтажная разрозненная застройка по засохшей деревьям. Практически полное отсутствие правил дорожного движения и, соответственно, соблюдение их водителями. Почти все машины на газу, так как бензин очень дорог и некачественный. Согласно официальным данным, в городе зарегистрировано 300 тысяч жителей. Неофициально их в два раза больше за счет нелегалов. Город достаточно растянут по площади. Сейчас приведу некоторые цитаты вам. Исследования рынка конкурентов показали, что в городе практически отсутствует какая-либо доставка еды. Конкуренты, если и доставляют еду, то случай единичный. Пробовали пиццу трех возможных конкурентов. Мне нигде пицца не понравилась. Плохое тесто, дешевые ингредиенты, непонятный сыр сверху. В общем, рынок ждет нас. На этапе тестирования Зафар раздавал пиццы знакомым и случайным прохожим. Пиццы даже на необработанном, недоработанном тесте очень всем нравились. О вкусном тесте прознали конкуренты. Начали искать выход на затрудников, знающих рецепт теста. Зафару пришлось убрать рецепт из всеобщего доступа. В итоге тесто пока готовят только улукбек, который стажировался в Сыктывкаре. Более подробно про проблемы с тестом писал в отдельном письме. Проблемы с холодильной камерой в Литве и Эстонии теперь кажутся мне детскими по сравнению с местными. Холодильная камера сделана в обычной комнате без теплоизоляции. Никакие сэндвичи не использовались, так как их просто нет на рынке. Входные двери, камера, обычные стеклопакеты на алюминиевом профиле. Тут достаточно много интересных деталей написано. Сейчас приведущий пример вам. Проблем много. Даже, допустим, то, что невозможно купить телевизоры, которые подключаются к Wi-Fi. Их там нужно заказывать из Китая. Женя не может снять деньги, потому что в стране запрещено хождение иностранной валюты. И им пришлось ездить в другой город, в большой банк, для того, чтобы снять со своей карточки деньги. Но я хочу этой истории сказать, что мы можем открывать дудо-пиццу везде. И то, что, опять же, какой бы ни был рынок и сложности предпринимателей, всегда найдут выход. И сейчас я хочу предоставить слово Сергею Пятовскому, нашему партнеру из Архангельской области, из города Вельск. Сергей расскажет, как он открыл настоящий Диснейленд в городе с населением 20 тысяч жителей. И докажет, что нет ничего невозможного. Город Вельск находится на юге Архангельской области, 550 километров от нас до Архангельска, 750 километров до Москвы, 750 километров до Сыктывкара. Значит, в 2013 году отдыхал на юге с женой, с ребенком. И думал, ребенок играл в детском центре. И я подумал, а почему у нас в Вельске нет детского центра? Так. Нижняя большая. Так, нижняя большая. Так. И подумал, а почему бы не открыть в Вельске лабиринт? На следующий день подумал, а почему бы к лабиринту не открыть и кафе? На третий день мы спешла, а почему бы вообще не открыть в Диснейленд, в городе Вельске? И я судорожно начал искать информацию по малых городам России, где же такие центры есть. Но, как оказалось, зашел на сайт в Торе, это сайт для профессионалов индустрии развлечений. Такой информации вообще нет. То есть опыта строительства в малых городах, вот таких центров Диснейлендов, их нет. Нашел, значит, восточноевропейскую компанию, которая занимается вот этими Диснейлендами. И опять же, встал вопрос, что мы делаем большие города, а маленькие как твой. Мы их вообще не делаем, и тебе даже и сказать ничего не можем, то есть смотри сам. Но звонков очень много, с таких городов, как Вельск. И тогда я подумал и, значит, рискнул. И сказал, что давайте я на сайте в Торе буду вести свой блог, где буду подробно описывать, как я лечу, и как я буду падать, скажем так. И мы с восточноевропейской компанией, это белорусская компания, с Минска, начали этот проект. Денег у меня было ровно на половину проекта. Я случайно познакомился, узнал, что есть такой фонд «Наше будущее», это фонд «Алип-1» в Москве. И послал заявку на всероссийский конкурс проекта «Социальный предприниматель». Где там из тысячи проектов я первый прошел этап, второй, третий этап, приезжал, значит, комиссия из Москвы. Очень удивилась, сказала, Сергей, вот ты свои деньги потратил, а если мы тебе денег не дадим, и ты не выиграешь, как ты дальше будешь строить? Я говорю, мне нельзя проиграть. Он говорит, ну, ты очень такой смелый парень. В общем, если дальше, значит, я этот конкурс выиграл, съездил в Москву, защитил его. Вот, потом этот динозавр, значит, проект стал один из лучших в фонде «Наше будущее». Меня приглашали в Москву, я выступал в качестве спикера в Центре международной торговли, рассказывал про динозавр в городе Вельск. Так, июль 2004 года, вот с этого плаката дядя Сережа началась вся эта история. То есть на День города я презентовал вот этот плакат. С трибуны я сказал, что, ребята, заходите в нашу группу ВКонтакте, и вы узнаете, будете узнавать новости, что же там за секрет. То есть группу ВКонтакте завел, буквально за два месяца зарегистрировалась. Вот на один этот плакат, там один плакат только был, 2200 посетителей, друзей добавилось в нашу группу. То есть сейчас 3500 у нас в группе, а 2000 добавилось только на плакат, чтобы узнать, а какой же секрет, а что там? ВКонтакте, да. Дальше, значит, появились такие плакаты в городе, динозавры, они, то есть весь город взбудоражился, что такое, что случилось, какие динозавры. Значит, потом устроил я игру, 20 наклеек наклеил на разные машины, надо было это сфотографировать, собрать 20 наклеек, чтобы получить при открытии килограмм мороженого. То есть весь город играл в эту игру очень активно, скажу я вам. Значит, попутно мы спасли машинку, это Жужа Вельская, значит, ее хотел хозяин выкинуть на помойку, мы ее спасли. Поставили у нас перед динозаври, и все дети, взрослые помогали, кидали денежку в капот. Накидали целый ящик денежек там, ну, скажем, по сумме это немного там, 10 тысяч, но вот мелочи, то есть, ну, не знаю, там, ну, очень, полгорода, наверное, помогло. Жужа сейчас находится на операции. Вот, значит, она будет вот такая красивая, наверное, я думаю, что подружится она с птичкой Дота, и будут они по Вельску делать добрые дела. То есть лучший рекламный автомобиль, в принципе, я вот и не вижу по Вельску. То есть для Вельска это будет вот Жужа Вельска, это такой некий, наверное, брендом станет впоследствии. Так, значит, подходит Новый год, с Минска мне звонят, Сергей, забирай динозавров, фонд «Наше будущее» не перечисляет денег. Я усыпаю, просыпаюсь в поту, что делать, всем обещал, что будут динозавры, а динозавров не будет. Вот, и пришла мысль, яйца, динозавров. Значит, мы поставили вместо динозавров яйца на сцену, на пустую сцену, мы поставили яйца и открылись Новый год. И все люди пошли, и мы начали рассказывать, что вот из этих динозавров, ой, из этих яиц вылупятся динозавры. И весь город в это начал верить, вы понимаете? Значит, потом... Поработав 20 дней, приглашаю, значит, нашего знаменитого доктора Сынкова, это гинеколог наш известный, заслуженный врач России, который приехал в нам в центр. Значит, мы у него взяли интервью, он сказал, ребята, что вы делаете? Срочно закрывайте, через 17 дней должны родиться динозавры. Вот. Мы, значит, закрываемся, доктор Сынков уезжает, случайно так получилось, в Египет. Я ему сказал, что ты никому в больнице не говоришь, что ты в Египет, ты у нас в динозавре делаешь операцию. Поэтому он сказал, уехал, сам уехал в Египет, значит. Значит, приехали, мы закрылись, приехали, вот так вот это мы закрылись, внимание, идет операция. Приехали белорусские специалисты, я в гостиницу поселил, и администратор у меня спрашивает, кто это такой? Я говорю, так это с Белоруссии, вы же знаете, что динозаврия, это у нас врачи приехали, Сынков не может, так это вот, только никому не говорите. Ну, соответственно, в маленьком городе никому не говорите, это значит, весь город узнал, что еще и белорусские приехали, у нас тут гинекологи. Вот, то есть шум был сильный. Значит, потом, встречая доктора Сынкова с Египта, и в этот в 10 я встретил, в 2 часа вот это было такое сказочное открытие, мы с ним вышли в халатах, он объявил, что у нас произошло чудо, родились динозавры, я у него белорус микрофона, у нас еще одна сенсация, все, да какая еще сенсация, как у нас и папа с мамой пришли, то есть у нас теперь 4 динозавра, образовалась полная семья, и, в общем, мощное открытие у нас это вот, было, значит, фейерверки мы запускали 21 февраля. Значит, приезжала к нам общественная телевидение России, сняли, по морю прокатили, по ренте, в интернете, то есть мощная вот такая, бесплатно как-то все вот так вот получилось, что об нас Архангельская область так, в общем-то, наверное, вся, я скажу, и знает, не только Вельск. Значит, есть у нас в центре нашего автогородка, Катка, семейное дерево, куда молодожены могут повесить листочки, а дети, которые день рождения справили у нас, семейное листочки, вот, вот так это проходит церемония молодоженов, то есть все собираются так вдоль дорожки красной, да, и молодожены вот весят замочек. Значит, это уже вот открытие центра, это вот у нас такой динобар, все стилизовано, все красиво, все хорошо, динозавры поют, танцуют. Вот, кстати, гимн нашей динозаври сочинил поэт и композитор Владимир Май, случайно меня, опять же, познакомили с ним, и он сочинил специально гимн для нашей динозаври. Владимир Май пишет для, ну, его песни крутятся на русском радио, то есть такая там очень сильный гимн, значит. Это кафе, у нас видс-кафе, здесь родители очень любят сидеть, дети катаются на катке, они просто сидят в кафе и смотрят, как вот дети зимой на катке, летом это у нас автогородок. Это вот у нас комната именинника, волшебный трон, на котором все дети хотят посидеть, исправить свое день рождения. Это у нас диско-зал-трансформер, такого зала, наверное, у нас и у взрослых, скажем так, нету, вот, то есть светомузыка, музыка, и, значит, это у нас кинотеатр, это у нас и караоке-клуб, это у нас и выпускные мы здесь справляем, и дни рождения, то есть такой зал-трансформер. Это вот автогородок у нас летом, там светофоры настоящие, работают, значит, разметка, знаки, мы не только развлекаемся, но и стараемся и обучать детей чему-либо, то есть это, если автогородок, это значит правило дорожного движения, а если каток, у нас есть наш знаменитый тренер Силуянов Владимир, он обучает катанию на коньках, вот это вот так происходит, родители там в кафе сидят, а вот он деток обучает. Также у нас, наверное, единственный центр, где детям с ограниченной возможностями можно в полной мере отдохнуть, как и остальным детям, то есть вот эта девочка Злата, мы с ней тест-драйв проводили, посидели и в кафе, и на автоматах поиграли, и песню спели, и фильм посмотрели, и в комнаты именинника бывали, то есть вот единственное место такое для таких вот детей, которых мы тоже очень у себя в центре ждем, не именно по каким-то дням, а чтобы они отдыхали с обычными наравне, с обычными детьми приезжали в любой день, мы всегда им рады. Как проходит рекламная кампания? Это вот наши городки маленькие, Няндам, Шенкурс, это радиус 200 километров, то есть что я делаю? Я звоню, например, в Коношу, в РОНО и говорю, приезжайте, пожалуйста, к нам, берите директоров школ, учителей, родительский комитет, я оплачиваю автобус, вы к нам приезжаете, мы вам рассказываем, какие возможности динозаври у нас есть, вот, то есть все учителя к нам едут, я рассказываю, и потом с этих Конош, с Няндам, с Шенкурска, с Верховажей едут уже потом группы детей, то есть у нас сейчас уже получилось, что образовался такой некий динатуризм, то есть когда с Коноши звонят и говорят, Сергей, а что бы ты еще мог предложить, то есть мы уже встречаем их, катаем на лошадках в нашем конезаводе, ведем, значит, в наш музей, прогулка с динозаврами, кстати, мы вот недавно музей туда привезли, московский, самый крупный музей Орлова, вот, и до 7 вечера развлекаем, то есть вот такой еще образовался динатуризм, и таким образом, то есть эта стоимость вот этого рекламной компании, получается, автобус стоит в среднем где-то 10 тысяч, то есть вот, 40 тысяч, 50, это вот узнал в радиусе 200 километров, все узнали, что есть такая динозавра, то есть активно очень ездят, вот, хотя мне говорили, а кто тебе будет со 150 километров ездить, динозавр никто не будет, но вот ездят, скажем так, это вот я в гости пригласил весь отдел культуры Вельска и Вельского района, все приехали, то есть мы пообщались, обратную связь я получил, песен попели, потанцевали, в общем, так достаточно весело, но вот такой кейс может быть, как мы раскруч, как в маленьком городе можно раскрутить пиццу у нас кафе, значит, в одну из пятниц я написал в группе ВКонтакте, ребята, кто хочет получить бесплатную пиццу, приходите в субботу с 5 до 5.15, найдите человека с бейджиком дядя Сережа и скажите ему на ушко, скажите ему пароль, дядя Сережа, а макароны есть, вот, значит, приходит суббота, я захожу в динозавр без 5 часов, вот, в полный зал динозавр и детей, все ходят, не замечают, как будто никто ничего не знает, я только вещик повесил, вот, Вить, 50 человек, и все вот мне, дядя Сережа, макароны есть, макарон, нет, есть только пицца, будете, будете, ну, то есть, всех детей собрал в кафе, всех накормил, все довольны, там, дядя Сережа, а можно мы там в первой школе всем расскажем, что вот такая пицца вкусная, я говорю, давай, а можете про мороженое рассказать, да можем, дядя Сережа, то есть, пошло там уже мороженое, пирожное, в общем, все довольны и сыты, и всем рассказали, то есть, это в маленьком городке, в принципе, это эффективно, то есть, городок маленький, слухи расползаются очень быстро, и вот такие вот нестандартные решения, они очень дают такой большой эффект, скажем так, вот, ну и дальше город у нас в Ельске интригуется, что же дальше, может, это будут летающие динозавры, может, это будет зеркальный каток или пончиковый театр, ну, в принципе, так получилось, что вот будет Додо Пицца, уже потихоньку город начинает узнавать, что появится такая пиццерия, значит, когда ехал сюда, опросил наших предпринимателей, говорю, выгодно, невыгодно вот в таком городке, все сказали, что нет, Сергей, наверное, это, ну, мы считали где-то, мы там что-то уже думали, ну, это невыгодно, выручка, у тебя будет, ну, 200, может, ну, 300 максимум, то есть, это вот такая для истории цифры, которые мне предрекли перед поездкой сюда, вот, ну, собственно, вот так, благодарю за внимание. Да, Сергей просто фантастический предприниматель. Маркетолог от Бога. Вот, предлагаю еще раз ему похлопать. Ну, у меня в финале несколько еще новостей нашей компании, которые произошли на прошлой неделе. Значит, мы сейчас запускаем проект, проект создания уникальной детской комнаты для Додо Пиццы. В чем заключается суть проекта? Смотрите, вот на этой фотографии, эта фотография сделана в Москве, это ресторан Папа Джонс, как вы думаете, что это такое? Да, это, может быть, не детские комнаты, а, может быть, детский угол или там детский стол. То есть, это стол, на котором стоят игрушки. Вот, и эта фотография, такая квитэссенция того, что многие, значит, сети, рестораны, особенно сетевые, скажем так, подходят к детским комнатам по остаточному принципу. То есть, как бы, в принципе, не думают о детях, да, то есть, делают для того, чтобы, ну, детская комната должна быть, что-то там покупают. И, значит, мы сейчас решили сделать действительно классную детскую комнату, уникальную, которая бы была сделана так, чтобы дети хотели туда возвращаться. И тут, я думаю, что опыт Сергея нам очень поможет. Вот, Юля еще не подходила к тебе? Нет. Ну, сейчас Юля точно тебя запомнила. Вот, найдет, значит, Юля Цыпанова ведет этот проект. Вот, поэтому мы в ближайшее время должны уже реализовать в Химках первую версию нашей уникальной детской комнаты. Вообще, мы, как вы знаете, будем развивать семейную пиццерию, один из наших субформатов, как раз главным магнитом, который будет детская комната. Также, значит, что и было у нас интересного. На прошлой неделе у нас исполнилось два года пиццерии в Орбите. Вот такие замечательные значки изготовили, как написал Антон ВКонтакте. Это его альмаматор, вот. Ярослав, значит, Лесневский отправился у нас в Москву открывать ПРЦ. Вот ему такую замечательную футболку подарили. Теперь Москва узнает, из какого мы теста. Смотрите, на этой неделе мы запускаем уникальный сайт, посвященный одной пиццерии. Такого мы еще не делали. Назоваться он будет «Додо Кофе». Он уже работает, можете заходить туда. Мы его еще не презентовали, это эксклюзив. Значит, в чем особенность сайта? Для нас «Додо Пицца и Кофе» – это эксперимент, поэтому мы этот эксперимент делаем в онлайне. То есть все наши потенциальные партнеры, текущие партнеры, клиенты смогут смотреть, как развивается этот формат. То есть там можно будет видеть выручку в онлайне, средний чек, даже можно будет видеть, какие пиццерии, какие пиццы сейчас находятся на витрине, сколько они стоят. Наша информационная система дает такие прекрасные возможности. В Америке мы начали строительство пиццерии. То есть вот видите, это наш знаменитый красный дом, уже со снесенными стенками. Как сказала Алена, что нам было легче его построить заново, потому что в Америке, особенно в штате Миссисипи, очень тепло. И дома строятся практически из картона, поэтому когда приходит ураган, их всех сносит полностью. Кстати, Миссисипи – это штат, в который могут приходить торнадо. Миссисипи, Алабама – это все южные штаты. Строят нам замечательная бригада мексиканцев. Уже наши ребята отметили, что они очень трудолюбивы. Вот, обязательны. Мы ведем разработку упаковки для американской пиццерии. Вот это замечательный макет стакана для милкшейка, который разработал Майк. Вот, уже мы утвердили такой дизайн. Также на прошлой неделе к нам приезжал самый популярный, самый топовый блогер Илья Варламов, который в ближайшее время напишет заметку о наших пиццериях, о нашей компании. Мы весь день пробовали с ним пиццу, хотя он такой товарищ избалованный, любит есть в таких авторских ресторанах. Вот тут уже под конец вечера он говорит, что Федор опять пицца, что ли. Интересные новости компании. У нас на прошлой неделе заработала школа большого тенниса Марселя Зиганшина. Всем очень понравился этот вид спорта. То есть, это замечательный вид. Мы планируем развивать помимо футбола еще большой теннис компании. Ну и, собственно, у нас прошла замечательная вечеринка буквально два дня назад или день назад. И я хочу объявить и выразить огромную благодарность Додо Контролингу, учебному центру за крутую вечеринку, которую они организовали. Спасибо. Ну и сегодня я сделал этот слайд последним, чтобы напомнить вам о цифрах. Мы все ближе приближаемся к нашей цели. То есть, мы уже выполнили 77% от миллиарда. И выручка на текущую секунду практически составляет 775 миллионов рублей. И количество пиццерий у нас увеличилось на 2. У нас открылась пиццерия в Калуге и в Дедовске. Сейчас у нас 63 пиццерии. На самом деле, сегодня это большая проблема считать, сколько у нас пиццерий, потому что никто не знает, сколько у нас пиццерий. Данные берутся из разных источников. Что-то из информационной системы, что-то из рейтинга. Поэтому нам нужно будет разработать какую-то процедуру, чтобы всегда знать, сколько у нас пиццерий. Окей, отлично. Ну и я хочу закончить сегодняшнюю встречу традиционной цитатой. Я хочу, чтобы вы угадали, кто это сказал. Я убежден в том, что половина того, что отделяет успешных предпринимателей от неудачников, это настойчивость. Вообще, настойчивость – это ключевой фактор успеха. И мне очень нравится картинка, где два человека идут, копают туннель для того, чтобы дойти до ламазов. Один разворачивается, а другой продолжает идти вперед и добивается цели. И, собственно, история нашей компании – это история настойчивости. И как вы считаете, кто же это сказал? Нет. Нет. Я думал, вы знаете уже все цитаты Мацуситы. Нет, это сказал Стив Джобс. Ну что, всем отличной рабочей недели, отличного настроения. Спасибо.